3 сентября Амичи возложили цветы в память о жертвах террористических актов. К мемориалу в парке Победы, посвященному нашим землякам, погибшим в локальных войнах, пришли представители власти, курсанты, юноармейцы, военнослужащие, ветераны боевых действий. Я воевал в 1995 году и поэтому очень остро понимаю, символично, что 3 сентября в день памяти жертв борьбы с терроризмом мы вместе с администрацией области проводим мероприятие. Именно у этого памятника сыновьям Омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством, посвящается. Именно сказано перед Отечеством, перед теми людьми, которые проживают здесь. И после тех страшных трагедий, которые были на территории России. Даже, вот, я не знаю, без слез это очень вспоминать. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в России в связи с трагическими событиями начала сентября 2004 года, когда отряд боевиков захватил более тысячи заложников в общеобразовательной школе города Беслан. Освободить пострадавших удалось только на третий день и ценой ощутимых жертв. В схватке с террористами погибли бойцы спецподразделений, учителя и 186 детей. Прежде всего, приходим сюда, чтобы вспомнить о наших товарищах, которые погибли в горячих точках в подтеррористических операциях, почтить память и передать эту память молодежи. Мы чтим память, во-первых, погибших людей, кто погиб от рук террористов. Также чтим память тех, кто помогает в борьбе с террористами. Мы объединяемся, как бы показываем, что нам тоже не безразлично. Мы активисты и мы готовы помогать, то есть, правоохранительным органам в борьбе с терроризмом. То есть, только объединившись, мы сможем победить. Параллельно в регионе прошла еще серия мероприятий, посвященных Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, велопробег и несколько эфиров и онлайн-конференций в социальных сетях.